В прошлом месяце я побывал в Калифорнии и общался с парнем по имени Джейми Доналсон. Мы обсуждали тему заголовков. Вы могли слышать о нем, как о мистере Бисте. У него невероятный успех на Ютубе – 26 миллионов подписчиков. А вот чего вы могли не знать, так это то, что ему 21 год. Но давайте я вам расскажу еще более удивительную вещь. Еще раньше он проводил по 6-12 часов, изучая заголовки, пытаясь понять, что работает, а что нет. Суть в том, что успешные люди, независимо от того, сколько им лет и где бы они ни находились, они платят по счетам. И они делают свою работу и трудятся, чтобы стать успешными. Сегодня, господа, я расскажу вам о том, что делают успешные люди, чтобы стать великими. Далее в списке успешные люди игнорируют недругов. Вот вам в пример Джереми Фрэгранс. Нравится вам он или нет, но у вас есть мнение об этом человеке. Он сделал себя авторитетным в своей индустрии. Если посмотреть на всех остальных экспертов по духам на Ютьюбе, то все они похожи. Джереми смог выделиться на их фоне. Да, он слишком сильно себя пиарит, но вы не можете отрицать того, что парень засветился и добился успеха, и сейчас работает самыми топовыми парфюмерами мира. Альберто Моралес уважает его. Его старт был невероятно успешен. Конечно, вы можете не соглашаться с его методами. Но когда я с ним общался по телефону и спрашивал Джереми, как ты это делаешь, он сказал, что просто не обращает внимания на то, что происходит. Вы можете сказать, что, конечно же, он обращает. Но я верю ему, когда он говорит, что он сфокусирован как лазер. Ребята, если вы хотите чего-то добиться, но вы слишком много думаете о том, что думают о вас другие, вам стоит быть аккуратнее. Необходимо отрастить толстую кожу. Потому что, когда вы начнете добиваться успеха, то обязательно появятся люди, которые начнут говорить, что вы делаете что-то не то. И вам следует прекратить. И на любого другого, кто достиг невероятного успеха. Всегда найдутся люди, которые их ненавидят. Хороший знак того, что вы делаете все правильно, это когда у вас появляются хейтеры. Следующая вещь, которую делают успешные люди, они выбирают себе хороших партнеров. В пример приведу Аарона Марина. Для начала он выбрал прекрасную жену Трейси. Она была с ним все время, и в трудные времена, и в веселые, когда он работал над своим бизнесом. Далее у нас идет Джефф Морган. Личный стилист. Чему я научился у Джеффа, это тому, что успешные мужчины, они проглатывают свою гордость. Вы вообще знали, что Джефф на самом деле доктор? Он очень успешный мужчина из Атланты, Джорджи. И сказал, знаешь, я хочу выложить несколько видео. Я видел много черных парней, которым нужны советы и инструкции, а никто этого не делает. Тогда он начал выкладывать видео, и они у него не совсем получались. Тогда он решил, что будет копировать у лучших. Тогда он начал брать пример с Хосе Зуника, который обучал мужчин стилю, а он моложе, чем Джефф в два раза. И тогда он сказал, я проглочу свою гордыню, и буду делать то, что делает этот парень. Я буду ему подражать, и буду делать как он, потому что он стал успешным в этом деле. И Джефф вырос после этого. Его рейтинги поднялись. Его канал преобразился. Он стал успешным во многих направлениях. Так что это современная история успеха. Далее у нас Райан Мастерс. Вы, может, видели его канал Спарта Фитнес? Я говорил о нем пару лет назад, но вы могли не знать того, что он полностью себя изменил. А это именно то, что делают успешные мужчины. Они не боятся начать все по новой, и начать свой путь в абсолютно новом направлении. Зацените, он теперь ведет канал Show Her Off. И когда тема касается контританцев, то он первый парень, к которому можно обратиться в Северной Америке, в Канаде и, возможно, даже в Мексике. А он это начал с нуля. Ему нравились контританцы. Ему нравилось собирать парней и девушек вместе. И когда ребята не умели танцевать совсем, а затем через пару недель могли пригласить на танец любую подружку, он стал ухаживать за девушкой, которая затем стала ему женой. И когда вы посмотрите на то, как Райан занимается этим делом, как у него горят глаза, он смог сделать себя сам. При том, что он начал с нуля, и ему пришлось переделывать все с нуля. Тогда вы поймете, что успешный мужчина не всегда успешный в самом начале. Они нашли способ, как сделать свой успех, и они не боятся начать заново. Далее идет мой друг Тим Дэссент. У него я смог научиться тому, что успешный мужчина не боится говорить о том, что делает его уникальным. Потому что он понял, что быть уникальным другим позволяет выделяться на общем фоне. Потому что он вошел на территорию мужского стиля, где все делают похожие видео и повторяют друг за другом. А Тим начал делать все иначе. Если вы посмотрите его видео, то поймете, что они совершенно другие. В них есть то, что цепляет взгляд. Даже если вы их видели, вы все равно посмотрите их еще раз. Я уверен, вы слышали такую фразу. Будь собой. Все остальные роли заняты. Я считаю, что это олицетворяет Тима. Поэтому он решил взять эту роль на себя. Он будет показывать себя самого на Ютюбе. И он добился успеха. Далее идет Стивен из Red Lessons. Чему я научился от Стива, это будь настолько хорошей, они не смогут тебя не замечать. Когда дело касается знаний и понимания ароматов, то мне кажется, что нет кого-либо лучше, который бы разбирался в ароматах, как Стивен. И даже если он относительно скромный, он не занимается активным продвижением. Вот в чем суть. Стивен настолько хорош, что вы не можете не брать его в расчет. Если вы посмотрите его видео, у меня просто крышу сносит от того, что этот парень говорит о духах и все, что с этим связано. Он делает невероятные вещи, а все потому, что если вы реально хотите узнать больше об ароматах и найти лучшую информацию на эту тему, тогда Стивен это тот, кому вы придете. Скажем, вы тоже более стеснительный интроверт. Тогда учитесь у Стивена, становитесь специалистом своего дела, лучшим среди других, тогда знаете что, мир просто не сможет с вами не считаться. Далее у нас идет Томас Фрэнк. Чему я научился у него? Успешный мужчина экспериментирует. Я общался с Томасом, спрашивал у него, как он развивал свой канал. Он публиковал видео и не мог понять, как они себя проявляли. Он экспериментировал и пробовал разные форматы. Это видео о нем, как он учится. Оно длится где-то 40 минут. На нем он сидит за столом и учится. И больше ничего не делает. Это одно из самых успешных видео. Почему? Людям нравится смотреть это видео, когда они занимаются. У них создается впечатление, что с ними в комнате есть еще кто-то. Кто мог предположить, что вот такое вот видео будет иметь успех? Так измеряйте ваши попытки. Потому что то, что можно измерить, можно и улучшить. Томас, он полностью в аналитике. Потому что если я буду работать со спонсорами из Скиллшеер, то я буду продвигать его. Я буду продвигать Томаса и его курс. Потому что он умный парень, он подумал и решил так. Для меня это не так сложно. Я сначала приложу усилия, зато потом буду получать бонусы в долгосрочной перспективе. Далее у нас идет Эрик Бенхольц из Bird Brand. И что я взял от него? Вообще-то я это уже знал, просто напомнил себе. Успешные люди руководят при помощи примера. Если вы взглянете на Эрика, то он городской богач. Он олицетворение того, о чем он говорит, тех продуктов, которые он продает. То, как вы видите его на Ютюбе, то это тот же Эрик, что и в жизни. И у него получается руководить компанией, и у него получается держать марку и сохранять доверие к тому, что он говорит. Потому что он проживает то, что делает, и сам является примером этого. Что насчет меня, что я мог бы добавить в этот список, я лично не считаю, что я добился невероятного успеха. Но если меня спросить, то я бы добавил следующее. Окружите себя такими людьми, которые бы вдохновляли вас. Мне кажется, это Исак Ньютон сказал. Если я видел дальше, то это только потому, что я стоял на плечах гигантов. Как его видео смотреть дальше, как насчет семи ошибок по уходу за кожей, которые допускают мужчины. Я и Аарон очень позабавились, делая это видео. Я знаю, что вы, ребята, вечно шутите про наш с ним Браман. Но он мой лучший друг, так что да, в этом видео мы посмеялись от души. Так что приятного просмотра.